В республике подводят итоги Года науки и технологий. Чем запомнился Казанский университет? Коллег Казанского федерального университета я с удовольствием поздравляю и поздравляли с победой. Дружбу нельзя купить, столько построить. На научной конференции обсудили отношения России и Африи. Действительно, мы нашли ту самую нишу, которая оказалась невероятно востребованной. Студенты первого курса открывают мир науки. Что может предложить поступившим Казанский университет? У них есть лишняя возможность проверить себя в какой-либо практике, ну и узнать, что же им будет интересно, чем они хотят заниматься дальше. Всем привет! В эфире универньюса в студии Роберт Хасанов. Вакцинация от коронавируса может стать обязательной. Президент России наделил региональной власти полномочиями принять такое решение на основании рекомендаций главных санитарных врачей. Речь идет об отдельных категориях граждан. Есть только два варианта развития событий. Прочти для каждого человека. Или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся. Не нужно повышать доверие граждан к действиям государства. Нужно более быть убедительными, доказывать все, показывать на примерах. Ну, надеюсь, у нас это будет получаться. Напоминаем, что желающие привиться могут позвонить в университетскую клинику по номеру 233-30-00. Чем запомнится год науки и технологий жителям Татарстана? О достижениях Республики и Казанского университета рассказали на встрече с членами Совета при Президенте России. В зале попечительского совета Казанского университета состоялась встреча руководства Республики Татарстан с членами Координационного совета при Президенте России. В серии докладов был отмечен прогресс Татарстана в научный и образовательный сверх. В частности, успех Казанского университета в проекте «Приоритет-2030». О науке сегодня очень часто говорят в вот этом синтезе инвестиции. Относиться к этому можно по-разному, но такая задача сегодня ставится для всех регионов Российской Федерации. Именно поэтому вузовский сектор сегодня в своих программах рассчитывает не только на федеральный бюджет, но и на региональную составляющую и в большой части на составляющую, связанную с индустриальным сектором. Проректор по научной деятельности Казанского университета отметил создание технопарка, открывшийся в сентябре детский сад для детей с расстройством аутистического спектра и другие успешные проекты. Вуз развивается, и большое внимание в нем уделяется заинтересованности в науке у будущих специалистов. Мы заново перезагрузили всю деятельность студенческих научных крючков, где работают молодые исследователи. И вот буквально вчера мы проводили такое же мероприятие для наших первокурсников, с тем, чтобы их с первого курса завлечь в научную деятельность. Представители координационного совета также обсудили запуск цифровой карты Совета молодых ученых Татарстана. Платформа поможет выстроить оперативное взаимодействие с администрацией и предоставит ученым единый инструмент для подачи заявок на патенты, гранты и создание единого портфолио специалиста. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел очередную рабочую встречу с руководящим составом вуза. Вопросом для обсуждения стало создание научно-практического центра аллергологии, иммунологии и астмы на базе ИФМИП КФУ. В завершение ректор напомнил, что уже год успешно функционирует временный ковидный госпиталь, развернутый на базе университета в связи с пандемией коронавируса. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения, этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса. Институт физики КФУ возглавил новый директор Марат Гафуров. Важными аспектами своей работы он назвал сохранение безопасной для работы и учебы обстановки в институте и работу над базовым уровнем знаний у студентов младших курсов. Университету на первых порах приходится очень сложно, особенно на первых курсах, для того, чтобы подтянуть эту молодежь к тому уровню, к которому мы все-таки стремимся и которого хотим достичь. Поэтому мы очень активно работаем, вы знаете, с нашими лицеями, лицей Лобачевского, IT-лицей, и будем продолжать работать. Будем привлекать как можно больше школьников и усилим работу со школами по Олимпиадным, по ЕГЭ и так далее, для того, чтобы к нам поступали, конечно, уже более-менее подготовленные специалисты. В рамках международного форума «Ислам в мультикультурном мире» состоялась научная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Подробнее в следующем сюжете. Татарстан — мультикультурная республика. Поэтому Казань второй раз проводит международную научную конференцию «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». На мероприятии присутствовали 146 участников из более чем 25 стран. Среди них Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Камерун, Марокко, Бахрейн и многие другие. Главная цель — это развитие российско-африканских отношений. Дружбу нельзя купить, только построить. Такая мысль прозвучала на конференции. И проведение в Казани этого мероприятия, оно носит уникальный характер. Мне кажется, что важным следует отметить не только потребность в обсуждении, но тем самым Казань достигает результата в развитии этих направлений подготовки. Темами конференции стали национальная идентичность, поиск новых форм отношений между странами, экономические санкции в истории России и африканского континента, экологическая повестка и культура. Пикеры отметили, что важно говорить об Африке как о молодежном континенте, ведь более 60% населения — это люди младше 30 лет. Важно создать единую информационную платформу и укрепить позиции российских СМИ на территории Африки. Действительно, мы нашли ту самую нишу, которая оказалась невероятно востребованной. Скоро на площадке Института международных отношений пройдут подобные научные конференции «Россия-Китай» и «Россия-Латинская Америка». Роберт Хасанов, Радмир Софиулин, Хафиз Гараев, Универньюз. Ушел из жизни заслуженный преподаватель Казанского университета, журналист Юрий Фролов. Сообщество Казанского федерального университета выражает соболезнования родным и близким Юрия Ивановича. В Казанском федеральном университете прошел фестиваль для студентов первого курса «Открывая мир науки». Он состоялся в рамках цикла мероприятий, приуроченных Году науки и технологий в России. Фестиваль науки для студентов первого курса – это прежде всего возможность заявить о себе как о молодом специалисте. Свои научные кружки здесь представляют химики, физики, экологи, гуманитарии, инженеры, программисты и многие другие. Во время фестиваля были представлены площадки студенческих научных кружков по социогуманитарному, естественно-техническому, инженерно-техническому направлениям. На сегодняшний день в университете существует более 120 студенческих научных кружков, в деятельности которых принимают непосредственное участие студенты. У них есть лишняя возможность проверить себя в какой-либо практике, ну и узнать, что им будет интересно, чем они хотят заниматься дальше. Это важно, потому что сейчас, если теория всегда подкрепляется практикой, то они быстрее понимают непосредственно, что же им необходимо делать в жизни и как применять свои полученные навыки. Поэтому, если сейчас с первых же дней их обучения привлекать их к практике, это и теория, соответственно, ложится лучше и усваивается лучше. Без кружковой деятельности довольно сложно выбрать чисто из теоретических знаний, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем научной карьере. А вот как раз кружковая деятельность дает возможность с первого курса уже выделить для себя какие-то, ну скажем так, отрасли знаний, которые и в дальнейшем уже развиваются. Помимо выставки научных кружков на мероприятии была презентована Ассоциация студенческих научных кружков. Новая ассоциация призвана консолидировать работу всех студенческих научных кружков при университете. Она направлена на объединение студенчества Казанского университета, популяризации научной деятельности и помощь студентам при выборе направления развития. Если вы получили хоть малейшую толику интереса, хоть малейшую искорку, у вас дождалась, это означает, что с вами можно и нужно работать дальше, и у вас впереди очень долгий путь, путь становления ученого, исследователя, инженера. В конце мероприятия прошло награждение институтов по итогам фестиваля «Интеллектуальные бои». В малой группе победителем стал Институт физики, а в большой группе золото завоевала команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Также призы получили самые активные участники фестиваля «Интеллектуальные бои». Их наградили отдельно от сборных институтов. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Радмир Софиулин, Универньюз. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова